ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ ДИРЕКТОР СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ Психологи советуют, за несколько дней до выхода на работу, ну хотя бы за 2-3 дня, все-таки уже немножечко надо войти в свой обычный трудовой режим, график, не ложиться спать за полночь, дискотека на всю ночь, а уже как-то режим начинать соблюдать. Потому что будет очень трудно, конечно, если вы все лето могли себе, ну не все лето, а весь отпуск, могли себе позволить поздно ложиться, поздно вставать, питаться как угодно, где угодно, то уже потихонечку надо будет готовиться за несколько дней. Уходить в ритм. Да, 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 да. И вы же, когда уходили на работу, как правило, вот мы советуем, перед тем, как уйти на работу, надо постараться как-то завершить там свои дела, да, чтобы в отпуске поменьше об этом думать. Ну не всегда получается так, как мы знаем, так, как мы хотим. Поэтому если у вас остались какие-то незавершенные дела на работе, или вы уже немножко думаете о предстоящих там планах, то имеет вот смысл как раз вот 2-3 дня до выхода на работу уже постепенно свыкаться с мыслью, что вам надо выходить на работу. Ну я думаю, Саид, мы с тобой скалили, не выходили. Мы с тобой на работе. Далеко, да? Да. Мы отдыхаем на работе, по-моему. Вот он, например, дома огород копает, на работу приходит как на отпуск. Да, как в отпуск. Как в отпуск. У меня стройка, я тоже отдыхаю здесь. Очень полезный совет, кстати. Вы сами как провели отпуск, как психолог? Как отдыхают психологи, да? Начало учебного года впереди, еще и учитель, преподаватель. Вы знаете, вообще, я не знаю, как остальные психологи отдыхают. Во всяком случае, я стараюсь в отпуске, ну, поменьше говорить, ну, что я там педагог, что я психолог. Ну, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Поэтому, еду ли я в поезде, лечу ли я в самолете, лежу ли на пляже постоянно. То ли знакомые встречаются, то ли в беседе, все равно, ну, это же такая тайна, которую надо скрывать. Хочешь, не хочешь, а где вы работаете, да? Как обычно, я врач, а у меня вот здесь колит, вот здесь колит, да? Ну, и так, где вы работаете, кем вы работаете? Психологом. Ой, а вы знаете, а у меня вот так, вот так. Ну, это такая профессия, которая не имеет каких-то временных рамок. Вот с девяти до шести я психолог, оказываю, сеем доброе, разумное, вечное, помогаем, консультируем. А с шести там, допустим, все, я никого не вижу, никого не знаю, ко мне никто не звоните и в двери не стучите. Поэтому у нас такой рабочий день 24 часа в сутки. Образ жизни. Да. Как же и у нас точно. Ну, как у нас, да. А еще вот у мам, например, Шудин, все-таки я хочу перейти к нашей теме, заявленной ранее. Да, кстати. Вот шестилетки. Сейчас ребенку шесть лет. Не за горами сентябрь, да, месяц всего остался. Стоит ли отдавать ребенка в школу? Вот многие мамочки сейчас звонят и говорят, вот у меня ребенок заканчивает детский сад. Что делать? Как лучше поступить? Отдать его в школу или опять же оставить в детском саду? Кто-то говорит, да, он у меня уже и читает, и пишет, все делает. Стоит ли ему еще год терять? Ну, знаете, любой вопрос, он имеет, как бы, несколько, да, вариантов решения. Это очень индивидуально. Кто-то в пять лет уже готов. Я в пять лет уже читала газетный шрифт, однако в школу меня отдали почти в восемь лет, потому что был очень жесткий закон, там, до пятого, там, сентября. Не брать в школу детей, которым, ну, не исполнилось, там, семь лет. А я октябрьская, и мне в семь лет в октябре, меня не взяли. Мне, представляете, восемь лет почти вошла в школу. Вот закон такой был. Поэтому есть дети, которые уже в пять лет готовы идти в школу, а есть дети, которым и всем еще рано, да. Ну, там уже рано, не рано, все равно отдавать надо всем. Мы сейчас говорим о шести годах. Вообще, ну, как бы, специалисты советуют, рекомендуют, не приказывают, рекомендуют. Если есть возможность, конечно, отдавать ребенка ближе к семи годам, потому что, вот, мы знаем, да, есть такой момент, как возрастные кризисы. Это рождение, три года я сама, да, и семь лет. Не зря он не шести лет, а семь лет, потому что к этому возрасту ребенок уже и физически, и морально, и психологически, ну, как-то более уже готов к походу в школу. Потому что школа, учеба в школе – это большой труд. И там ребенок должен быть уже созреть к этому, вот, и в личностном плане, и в социальном плане, и в физическом, физиологическом плане, ну, там, и в моральном, ну, очень много. И надо смотреть, если ребенок ходил в школу, в детский сад, в подготовительную группу, значит, там ему уже оказали должную там помощь, подготовку к школе. Ну, родители, если занимались. Если ребенок, например, единственный, особенно единственный ребенок, не ходил в школу, и при этом имеет очень большую семью, любящие бабушки, тетушки, родители. И когда он идет в школу, то на него вот падает вся вот эта вот опека, внимание. Это очень трудно, ну, это переносят они. Это с одной стороны, с другой стороны. Ребенок, привыкший к такому обильному вниманию в кругу семьи, попадает в школу, если он не ходил в садик, да, попадает в школу, где 25, а сейчас у нас на юге особенно, где рождаемость у нас такая активная, у нас и классы переполненные, и 30, и 25, и 40, что скрывать, бывают. И этот ребенок, который чувствовал себя центром вселенной, попадает в класс, и он видит, что, оказывается, он не такой уникальный и единственный для учительницы, как он привык дома. Это тоже для него, значит, большой стресс. Поэтому надо детей готовить заранее, готовить ручку обязательно, чтобы он писал, чтобы он рисовал. Почему? Потому что в нашем головном мозге очень много центров, которые отвечают за разные деятельности. И два центра, которые отвечают за умственную деятельность и за движение, они находятся очень близко. И чем лучше развита мелкая моторика мышц, вот мышцы мелкой моторики руки, тем лучше движение, тем лучше будет ребенок успевать заниматься в школе. Плюс, ну, сама рука по себе очень важна, это вот писать, вырезать, там, палочки эти раскладывать. Этому, конечно, подготовиться за один месяц вот остался очень сложно, но можно, да, допустим, хотя бы часть работы сделать. Ну, вообще, советую мы хотя бы в течение года или полугода перед школой. А правда ли, что вот с 1 сентября, если ребенок идет в школу, в первый класс, маме лучше взять отпуск? Ну, что значит правда? Ну, как вообще, желательно. Есть ли такая необходимость? Да, конечно. Почему? Потому что это очень-очень ответственный, важный период в жизни ребенка. А, кстати, вот я хотела вот сказать, вот обратиться к нашим родителям, чтобы вот за месяц, вот, допустим, вот август месяц, потихонечку, так как мы говорили, готовить себя к выходу из отпуска, точно так же надо себя готовить к походу в школу. Уже режим дня начинает соблюдать. Если до 31 августа ребенок ложился в 12 часов спать, вставал в 10 утра, и вдруг там 31 его там положили в 10 вечера и подняли в 7, для него это будет катастрофа, он даже не сможет встать. Поэтому постепенно уже надо приучать ребенка к тому, что надо вовремя ложиться, вовремя вставать, там, питьевой режим, питательный там режим, все это соблюдать. И, конечно, вот еще у нас целый август, еще достаточно времени, обязательно надо постараться своих детей оздоровить, да, закалить, оздоровить, потому что даже один день, я вот как учитель, я всегда детям объясняю, вот ты пропустил один день в школе, всего один, ты уже не, во-первых, ты домашнюю работу уже не выполнил, потому что ты с вечера уже почувствовал какое-то там недомогание, и ты уже знаешь, что ты завтра в школу не пойдешь. Сегодня ты, значит, домашнюю работу не сделал, ну, вчера, сегодня в школу ты не пришел, не послушал новый материал, домашнее задание тоже не узнал, это только один день. Завтра, третий день, ты уже приходишь в школу и говоришь, а меня же не было вчера, поэтому я же не виноват же. Ну, все уже, время прошло. Я же не виноват, что я же домашнее не сделал задание, потому что у меня вчера не было. И вот как бы фактически, не посещая один день, пропускаешь три дня. Но один день редко кто пропускает, ну, по болезни я имею в виду. Как минимум три-пять дней. Поэтому надо родителям, конечно, максимально приложить усилия, чтобы дети не болели. А для этого надо их закалять, заниматься ими, следить, правильно питать, правильно сдавать на спортивные секции. Что ты хочешь? Вот я теперь понимаю, на самом деле, как важен психолог, как он нужен. Вот сейчас слушаю и несколько советов даже себе вот в себя вобрал. Надо приглашать для Дмитрия Сергеевна почаще. Почаще, между прочим, про мелкую моторику. Будем каждый раз с тобой это уже между прочим. Мелкая моторика. Знаете, сколько много видов упражнений? Масса. Это и штрихование, и лепка. И перебязание. Как мама говорит, часто мама говорит. Ну, я работаю, у меня совершенно нет времени с ребенком быть. Я всегда советую. Пожалуйста, вы варите суп-борщ. Посадите его с собой рядом, чтобы он был у вас на глазах. Потому что, вы знаете, в среднем, сколько мама бывает наедине со своим ребенком в сутки? Вот ваш вариант. Ну, мне кажется, что из 24 часов где-то 16. Сразу выкидываем 8, которые на работу. 16 часов, да? Мама бывает. 8 выбрасываем, которые на работе мама. Смотря какая мама. Вдруг мама еще не работает. Среднестатистическое, вот так скажем. Допустим, 8 часов. Вы большой оптимист. От 15 до 20 минут, это в лучшем случае, в сутки. Вот так, глаза в глаза. Мы не берем там стирку или готовку, или еще что-то. Вот так. Пойдем с тобой, вот пойдем поговорим, пошепчемся, да? Пойдем по душам поговорим, там приляжем. Или в нежности. Приляжем, да, или присядем вместе. От 15 до 20 минут в сутки. Вот скажите это моей маме тоже. Вот. Мама? Да. Кстати, большим детям, это мы сейчас не делим по возрасту. Большие взрослые дети, у меня самой сын 35 лет, каждый день мы с ним в скайпе, там на телефоне. Обязательно тоже нуждаются в объятиях, в поцелуях. Это поддержка, это защищенность. Знаете же, по словам, пока живут твои родители, ты ребенок. Ну дай бог себе, чтобы все были здоровы, родители. Я сейчас даже чувствую, как Сейда сегодня после записи придет. Как обнимутся. Как обнимутся. Всех троих. Как обнимутся. Это здорово, это здорово, да. И вы тоже. Ну, спасибо, что вы были сегодня с нами. Ну, очень интересно. Какое желание всем, кто нас сейчас смотрит? Вы знаете, я хотела бы пожелать всем семьям, чтобы они были оптимистами. И чтобы как можно больше, насколько позволяет их работа, их жизнедеятельность, проводили время вместе со своими семьями. Когда, как говорится, когда мы едины, мы непобедимы. Чем больше мы будем уделять внимание своим детям, тем счастливее будут наши дети. Не зря говорят, да, чем дальше вы от своих детей, тем ближе ваши дети к проблемам. Поэтому давайте мы будем ближе к своим детям, а проблем у вас вообще не будет никогда. Здорово. Ну, я думаю, что ваши наставления пойдут на пользу нашим телезрителям. Мы с вами прощаемся, ну, а вас ждет много интересного. Оставайтесь. Субтитры подогнал «Симон»